Слушайте вы свое радио, надеюсь, в постоянном режиме, тогда вы знать должны, что с понедельника по пятницу, сегодня, кстати, пятница, последний день рабочий день недели, с 8 до 10 вечера в этой студии люди пьют, поют, говорят, ну, пьют, понятное дело, незапрещенные напитки. Мед, например, так, чтобы текло и в рот главное попадало. Как обычно, по традиции, группу назову позже, я сразу после того, как они сыграю свое первое произведение. Это нужно нам в некотором смысле для тех, кто не очень в курсе и не очень знаком с творчеством коллектива, некая музыкальная заявка. Если вдруг что, не понравилось чай с ромашкой и баньки, если хорошо, то два часа с нами. Итак, давайте начнем с чего-нибудь, а дальше уже поговорим, познакомимся конкретно, представлю коллектив и поименно представлю каждого из этих замечательных людей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Хорошо было бы ехать сразу. Не удалось. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если ты нуждаться будешь, пахни новым башмаком, знай приняться за работу, мой дед всегда готов. Не раздумывай напрасно, не спешу быть ко мне, нет секрета во всей круге, нет неравных ремеслях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собственно говоря, написано на этом коврике, все абсолютно логично, именно этот коллектив здесь сегодня. Константин Румянцев, он строль, вокал, гитара, микрофон. Микрофон, да. Была вокал, гитара, теперь микрофон. Всем привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Вистла, это такой флейта, такой флейта, инструмент замечательный. И вокал, между прочим. Мария Леонова, она же джеттера, вот лучше, да, в этот. Всем привет. Молодец, спасибо. Бас-гитара. Я попрошу, естественно, этого взрослого, солидного человека все-таки подняться. Сергей Немтинов, он же Скельди. Приветствую категорически. Спасибо. Скрипка, Андрей Теппер, он же Энди. Хотя бы разочек микрофон. Всем привет. Спасибо. Ну и вот человек, да, у которого он молодец, у которого единственного свой собственный микрофон, барабанщик коллектива, Алексей Магин, он же Айнар. Привет. Спасибо. Вот это и есть коллектив под названием Труль гнет ель. И спасибо, братцы, что пришли как раз в образах, ну, в тех самых костюмах, в которых обычно гуляете по лесу. У себя в отчине, у себя на родине, так у вас принято. Это приятно, что, в общем, чувствуете себя как дома. Это хорошо. Я сообщу сейчас, как с нами связываться. Это важная информация, потому как мало ли вдруг вы захотите во время эфира что-нибудь сказать интересное и полезное. 4647 – это короткий номер для смс. Сначала пишите свои, пробельчик, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, это может быть эмоции, например, вам как-то так вдруг переполнились эмоциями. Вы их себе не держите, лопните. Вы их, пожалуйста, отправляйте сюда. А я буду передавать музыкантам. Им всегда приятно, я думаю, пару добрых слов услышать. Группа ВКонтакте – это официальная группа своего радио. Там уже давно лежит анонс фотографии с рогами. Я, кстати, спросил про рога, мне никто не ответил, почему рога с собой не взяли. На фотке очень хорошо смотритесь. Кстати, на фоне того же самого коврика. Очень красивая, эстетская, я бы сказал, фотография. – Ну, это просто фотосессия такая была, рогатая. – С рогами. – Да, а так вообще неприлично ездить с рогами – это нехорошо. – Нет, почему нехорошо? – Ну как, ну столько анекдотов про людей, которые едят с рогами. – По-моему, плевать надо на всякие анекдоты. Люди завидуют. Знаешь, как приятно, когда люди обычно смеются над теми, кому завидуют. Знаешь, когда человек с рогами, это же выгодно. Приходишь в магазин, спрашиваешь, сколько стоит ваша колбаска? Называют цену, он говорит, чего я? Все, рога вперед и до свидания. Человек сразу как-то решается на такой шаг неожиданный для хозяев магазина, что снижает цену. – Не, ну я думаю, цену снижают, он так смотрит, ой, дорогой, бедный. Жизнь, как тебя, бери подешевле. Я думаю, вот так вот. И так вот не хочется. – Кстати, тоже выгодный посуд. Тоже хорошо. А нет, ну тут тоже, тут тоже можно на это дело посмотреть. Если кто-то пожалел, ты сразу приголубил и понятно стало. – Главное, чтоб не приголубил. – Ударение, да, от ударения очень много зависит. Да, так вот, в группе ВКонтакте там под фотографией можно отписываться и, кстати сказать, в тексте самого анонса название коллектива «Тролль гнет ель» выделено синим, значит, активная ссылка. Кликаете, оказывается, у них в сообществе. Ух, там много чего интересного, поэтому забредайте. Видеть можно все, что здесь происходит. А сегодня видеть надо. Это надо видеть. – Надо смотреть. – Очень рекомендую, поэтому зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио, своярадио.fm. Там сверху есть плеер, в плеере слева онлайн. Слева это, вот я показываю, это здесь, вот левая рука. Ну, люди путают иногда в сторону света. Так вот, там онлайн аудио, чтобы слушать. Справа в плеере, право. Там онлайн видео, синенькая такая кругленькая штучка. Кликаете и оказываетесь на планете. Спасибо огромное «Планете.ру» за то, что представляют возможность видеть все, что происходит здесь, в студии. Там же, кстати, есть чат, в котором можно отписываться. Это все же касается коннекта. Теперь к группе подойдем. Как называлась первая песня? – Первая песня называлась «Еловый корень». Она с нашей далекой первой пластинки. Вот. И, собственно говоря, мы сегодня первый раз у вас в гостях. Мы как бы знакомимся. Сегодня такой необычный эфир, он же концерт. Вот. И поэтому так, наверное, будет символично. Мы очень часто с этой песни начинаем наши концерты. Но поскольку у нас сегодня эфир-концерт, то мы с нее тоже начали. Вот песня «Еловый корень», такая мега-фольклорная песня, как мы ее называем. Вот. Хит «Боевичок» с первой пластинки. Вот. – Понятно. Ну, с корнями много чего связано, опять же, в фольклоре. Правда, там китайский корень. А вы с нашим, с родным, с «Еловым». Конечно. «Елово-сосново-березово» тематика – это к нам. – Тогда-да. Тогда рога – это не про вас. Тогда-да. Тогда все в точку. Тогда все правильно. Итак, еще раз напомню. «Трогнет ель» и очень рекомендую слушать сегодняшний эфир всем тем, кто, может быть, впервые слышит эту группу, потому что, действительно, это выдающийся, на мой взгляд, коллектив, уже много лет существующий. И, сказать по правде, давненько мы хотели вас к себе затащить еще в бытность другой радиостанции. Но как ни сложилось тогда, и, слава богу, что получилось сейчас. Вы же с поезда прямо к нам. – Часть коллектива – да, а часть – нет. То есть, мы уже… В Москве сегодня первая часть коллектива приехала с утра. Успела позавидовать уже московской погоде летней. Вот, потом эта летняя погода нас до нитки промочила, когда мы ехали сюда. – А я думал, что сегодня… Так это вы приехали. Вы привезли с собой погоду. Питерскую. Вы с собой привезли. Я и думал, как так? Несколько дней сухо. Думаю, машину надо помыть. – Уезжаю на работу, понимаю, что нет, мыть не надо. Она, в принципе, уже чистенькая практически. Вот оно как с вами-то все помыть. – Да мы, наоборот, мучение от зноя и жары влагой… – Так сказать… – Ладно. – На низ свели, да. – Ладно, окей. Хорошо. Главное, что вы здесь. Спасибо большое. По концерту, естественно, поговорим чуть позже. Расскажем о том, где, чего, когда. Да? Вы же не просто так в Москве. – Нет, нет, нет. – Ну, вот это тоже важно. Что будет дальше в музыкальном плане? В музыкальном плане тоже песня, с которой мы часто запускаем в изначальстве наших концертов. Песня называется «Враг мой». Вот. И кто, естественно, первый раз нас сегодня слушает и знакомит с нашим творчеством, сразу рассказываем. Вы просто запоминайте, потому что, ну, естественно, пойдете сразу потом на концерт на ближайший. Под эту песню принято очень интересным образом танцевать. Вот. Жанта продемонстрирует, да. Просто подпрыгивает на месте. Это вот способ отплясывания идеальный. Что же, пол скрипит. – Нет, она старается просто. – Выверен… Стоп. Все. Вот так вот, да. Выверен концерт, но опытным путем, длительным. Вот. – Враг мой следующий. – Патрис Куньска, а у тебя такое воздействие на всех музыкантов коллектива, когда ты сказал «впрыгай, прыгай, стой, стой». – Нет, просто мы так… – Срединец. – Да, так рады, что они демонстрируют выступать, как бы нам надо… Начинаем, то есть надо останавливать вовремя. – Окей. «Тролли нет ель» здесь сегодня, как всегда, живой звук в программе «Живые». И «Враг мой», так называется следующее произведение. Погнали. 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 Как-то шел мой путь через лес Приключился в нем замес Подлый враг меня теснит Чертов паразит После битвы той ядва Полело голову мою Они с утра сказали мне Ведь враг меня сильней Нос Вон лихий той тайны скрытый В срама ты будешь беды Ты не мне по-моему сряда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты не снимай гитару, ты с ней вместе как-то, иначе пока ты снимаешь, надеваешь, мы теряем время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мне лучше говорить, давать специальный сигнал, и я как раз буду... Хорошо, я тогда буду сначала говорить гитара, а потом уже развивать мысль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гнёт ель сегодня здесь, и я скажу, что люди, которые знают вашу музыку, они, естественно, радуют сейчас. Те, кто знакомится, вот в данный момент удивляются, говорят, что раньше как-то так не доводилось. Надо же, ура, ай-яй-яй, ой-ой-ой. Только у меня одна просьба, причём просьба, я бы сказал, даже жёсткая, надо всё-таки поменять микрофон. Это то, о чём я предупреждал. Вокалы не слышно. Как бы мы ни старались вы его выстроить, этот микрофон не даёт того звука, который нам нужен. Я об этом предупреждал. Серёж, сделай, пожалуйста, нужный, уж прости. Но такие условия студии, от которых никуда нам не деться. Если бы один написал человек, что что-то с вокалом, я бы сказал, ну, ладно. Когда пишет уже следующий человек, проблему со звуком вокал слышно, намного тише инструментов. Мы не можем ничего сделать с этим микрофоном. Уж прости. Есть определённые условия. В клубе они одни, в студии они другие. Здесь, опять же, это, видимо, вот, Женя Черчесов, поклонник с многолетним стажем. Вопрос заранее, а то не успею написать. Впервые услышал группу 10 лет назад, частенько бывая на концертах, но так складывалось, что ни разу не замечал акустики. Вы играете акустические концерты? Нет. А как можно с этим вокалом играть, да? Не-не-не, можно, на самом деле. Ну, просто, ну, одни музыканты хотят это делать, им интересно. Ну, у нас как-то, ну, не подвернулся случай, чтобы мы захотели как-то, ну, не знаю. То есть, при этом не было любопытства, да, попробовать себя вокалить? Нет. Окей, ответ дам. Не, ну, если у всех есть акустика, не обязательно, что она должна быть у всех. Нет, боже, боже, спасибо. Ну, вот человек спросил просто. Я, кстати, сказать, не хочу никого обидеть, но я не очень люблю акустику. Вот, честно скажу, потому что далеко не все умеют это делать хорошо. Вот в чём дело. Есть музыканты, которые это умеют делать хорошо. Ну, Ромарио, например, есть такая чудная группа. У них даже вместо барабанов кахон, в общем, сплошная электроакустика такая, гитарочки. И звучит это замечательно. Не, ну, если считаешь, что, как бы, раз Курт Кобейн сделал амплугит, и, как бы, обязательно мне тоже надо, то есть, как бы, наверное, всё-таки не стоит придерживаться таких. Кто такой Курт Кобейн? Кто такой Курт Кобейн? Тролль — это имя. А кто такой Курт Кобейн? Вот его. Групп по существу с 99-го года, как я понимаю, да? Правильно? Да. Я не ошибаюсь. Это сколько же получается? Это получается, что у нас вот этот год, он юбилейный. Нам 15 лет. 15 лет. Да, 15 лет коллективу. 15 лет — это много. Кстати, а, кстати, вот группа, которая перешагнула 10-летний рубеж. 15-летний. Не-не-не. Я сейчас объясню, почему я говорю о 10-летнем. Просто я как-то вывел для себя формулу за много лет занятий, в принципе, тем, чем я занимаюсь, и общение с музыкантами в том числе, что группа, даже если она очень талантливая, априори, по определению, да, классные музыканты, всё у них хорошо с материалом, 8-10 лет нужно этой группе для того, чтобы заявить о себе плотно, и чтобы об этой группе стали говорить. И говорить всерьёз. Вот не можешь ты отматывать час назад и вспомнить, когда реально ты почувствовал, что вас знают? Не два-три друга-приятеля и их-то товарищи, а вот реально знают. Ну, могу сказать, что начали вообще музыкой заниматься. От первого состава остались, вот мы только с Джедрой вдвоём. Занимались, потому что просто этого хотелось. Хотелось играть, там, репетировать, то есть как бы именно вот этой жизнью, то есть даже каких-то мыслей таких было, что что-то там из этого может получиться. Потому что как бы многие, у меня такое ощущение, что многие сейчас начинают заниматься музыкой для того, чтобы сразу, то есть они смотрят, о, какие там вот ребята с гитарами там. То есть как бы я такой же, то есть надо одеть кроссовочки вот такие, надо вот сделать стрижечку такую, надо гитару вот в идеале такого цвета, как вот у него. И я же такой же уже, а почему на меня не ходят? Вот, нет, на самом деле мы вообще, то есть, ну, это серьезно так и было. Просто играли, сначала приходили друзья, потом народу стало приходить больше, вот, и потом такой культовый клуб был Арвандина в Питере. У него были три реинкарнации, точнее, две реинкарнации, и как бы три раза он существовал. Вот самый первый клуб Арвандина, вот мы-то, я как сейчас помню, собрали на презентацию альбома до первого 173 человека. Для Питера и там на Украине. Для того времени, да, то есть как бы, и мы, ну, билетики, может быть, там были не такие там дорогие, вот, но мы на самом деле так сами офигели, что мы поняли, что с этим надо что-то делать, как бы, и как-то это, ну, терять и расхолаживать, как бы, это нельзя, что это ценно, вот. И как бы, ну, стали, там, вкладываться в рекламу, ну, как, в основном сами ходили, клеили, то есть, опять же, вот, опять же, то есть, как бы... Ну, как мы его... Ну, идешь совсем, все приятно, но как-то, как-то начну уровень какой-то почувствовать, когда надо брать Москву штурмом. Да какой год? Да, это был так, если, ну, наверное, четвертый или пятый, наверное, был. У нас на самом деле висит, мы умудрились не потерять историю концертов. Не протерять, я понял. Да, не да, и можно, ну, там, отмотать это, посмотреть даже, когда этот концерт, он в Вермеле был, вот, помогал нам Юра Андреевичукова делать из группы «Воинство Сидов», вот, за что, спасибо вам огромное, вот, и он так настойчиво говорил, ну, ребята, ну, вам надо еще кого-то, потому что, вот, ну, как, ну, понятие, ну, как бы, ну, вот, если не соберете, все, и вот, и, как бы, мы такие, нет, мы должны сами, все, вот, и мы ехали, собственно говоря, тогда еще арт-директором там был наш, ну, впоследствии, такой хороший, знакомый, приятель Распопов был, вот, ну, покойный, царство небесное, вот, и у нас было условие, что если будет меньше, там, не помню, какое количество народу, мы отдаем пять тысяч, вот, но клуб был битком, и, собственно говоря, мы его собрали, как бы, одни, и, как бы, мы поняли, да, мы нужны стране, и, как бы, это вот, ну, это один из рубежей, который, ну, вы реально играете, играете музыку необычную, то есть, понятно, что вы не стандарт. Когда я сейчас рассказывал о том, какие кроссовки, какую гитару, бывает гораздо веселее, когда присылает массу, огромный поток молодой музыки, мы через себя пропускаем, вот, присылает молодой музыкант, вот, я вот третий год занимаюсь музыкой, посмотрите, что мы делаем, я слушаю, понимаю, что это сыграно уже было на 1973 году одним артистом, году 85-м другим артистом. — Ретро — это тоже неплохо. — Я имею в виду ходы музыкальные, да, тексты эти я уже где-то слышал, не потому что они такие же, а просто они про то же, вот я человеку честно отвечаю, нет, ну, вам еще нужно расти, говорю, почему, а что вам не нравится? Я начинаю попутно, поступать, мягонько, не ругайся, объяснять, что вот это, вот это, и вдруг он говорит, да как же так, это у нас вот как у этих, а это у нас как у этих, а эти же знаменитости у них, и у нас как у этих, а почему вам не нравится? Именно потому что у вас как? А надо, чтобы было под вас, если уж кто-то хотел бы. Это годы, это нужно все-таки репетировать, работать, нужно работать над собой прежде всего. Хорошо, что ты сейчас рассказал эту историю по поводу собственного роста, потому как это тоже важное дополнение, особо это приятно и полезно было бы, наверное, молодым музыкантам, дай бог здоровья. Надо петь. Что-то мы вот так сухо сидим. Да, гитара, вот, я же забыл о кодовом слове, да, гитара. Да, ну и речь разошла, с чего начинали, как бы тоже, сейчас забабахаем песенку, ну, собственно говоря, с ней много чего начиналось, а потом расскажем как, да, вот так. Окей. Песня называется «Верная пинта», и, собственно говоря, во многом песня посвящается, посвящается, да, мой атрибут, с которым я, артефакт, с которым я постоянно выступаю. Ну, потом об этом артефакте тоже хотелось бы поговорить. Обязательно. Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня тролль гнет ель. Погнали. Все. Все мои друзья Знают имя любимой моей Часто зову ее я Ненаглядную пинтой своей Сколько раз в объятьях моих Ты встречала рассвет Не смущаясь взглядов чужих Снова да мне скажешь в ответ Вновь поцелуем твоим Буду пьян душистым, как свет Лечь меня Снова пол поплывет из-под ног Сладкая пинта моя Истонно твоя золотая душа Не шире, чем сотня морей Каждый вечер с камнем На твоем забываюсь я днем Не на свете вернежины Ты меня утешаешь, а я За слезами божусь, что твой с подроками Ветная пинта моя Только моя Все мои друзья Знают имя любимой моей Хоть никто не видел ее И вот тут интересный момент В альбомной версии Дальше песня продолжается вот так За те пять лет, что я пью в кабаке За пять лет Потом, когда нам было десять лет Мы пели за десять лет А сейчас нам пятнадцать Мы поем За те пятнадцать лет, что я пью в кабаке Вот так вот Три, четыре За пятнадцать лет, что я пью в кабаке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот Совсем другое дело Трое гладьев здесь сегодня И все наши старания Они не идут даром За звукорчевским пультом Сегодня Сергей Егорев Я прошу сказать ему спасибо За ту работу Которую он проделывает И именно, в общем, собственно На этом-то мы и стараемся стоять Чтобы звук был таким Какой он должен быть Имея в виду даже пластиночку Живым Живым настоящим Вот что мне любопытно И, кстати, не только мне Денис Шашлов пишет вопрос Кто придумал наклеечный троллинг В метро Москвы? Почему? А поподробнее? Нет, ну вы же тролли Да Ну вы же гнете Вы же еле гнете Наклеечный троллинг Это не ваша история? Ну, одно время Было клеили Было клеили Реклама концертов Но это все клеили Но это уже клеили не мы Это организаторы То есть не вы придумали? Нет Понятно Теперь к серьезному Насколько я помню Была или есть еще пока Роль гнома В одном очень любопытном Рок-мюзикле Это так? Да Продолжается вся эта история еще? Я имею в виду Эльфийская рука Нет, я понимаю Конечно же, да Огромный привет, естественно Всем парням из эпидемии То есть очень приятно У меня действительно Вот такой очень приятный опыт Взаимодействия С ребятами Собственно говоря Первая рукопись Которая стала очень популярна Она без меня была А на вторую Меня пригласили Сказания на все времена Да Я там исполнил роль Гнома Дрогбара Вот И, собственно говоря Ну, такой немаленький гном Вырос Ну, в «Властелине колец» тоже Там, скажем, артисты Все, ну, обычного роста Только потом всех там Как бы, ну, путем Волшебство кинематографа Увеличит или уменьшает Ну, вот И, собственно говоря Вроде как Мои потуги Вроде устроили Понравились И, собственно говоря В третьей «Сокровище Эни» То есть Меня уже доверили даже Там чуть ли не вторую По значимости роль Ну, тоже В смысле Гном Драгбар Ну, как бы Слов больше Да Если сказать проще Больше слов Ну, а если так То повысили До важности персонажа Там чуть ли не второй Сразу То есть уже не кушать подано Уже все всерьез Нет, это Я понимаю прекрасно Что такое рост Особенно рост В театральной среде Этого иногда люди Годами ждут А тебе удалось Как бы сразу На втором спектакле Если так Значит, не было интриг Вокруг тебя Значит, театральная среда В общем, тебя как-то Обошла Слава Богу Слава Богу Террариум друзей Так театр называют Между прочим В кругах театральных Это чистая правда Значит, Алексей Сидоров Спрашивает У меня вопрос По поводу костюмов группы Что они олицетворяют Спрашивает Алексей А то мы с женой поспорили Она утверждает Что девушка одета Монахиней А я считаю Что это скорее Образ ведьмы Только рыжих волос Не хватает Маш Объясняй, пожалуйста Ты монахиня Или ведьма У меня есть Что сказать По этому поводу Ограничимся Кратким описанием Наших костюмов Которым мы Прилагаем Очень большое Придаем Очень большое значение Постоянно их заказываем У всяких разных Знаменитых модельеров Иногда Я тоже Участвую В пошиве Этих костюмов Ну У нас есть Несколько комплектов Три из которых Сегодня здесь Представлены Ну Частично, да То есть Частично, да Обычно мы Концептуально Часто выступаем Вот Нас сейчас Так в разнобойчик Да Мы решили Не решили Так случайно Получилось Показать Какие у нас Есть костюмы Вот например Скельди Находится в костюме На нем Поднимите юбочку Что продемонстрируешь Шотландский Что все по-честному Да Продемонстрируйся Шотландский костюм Который нам сшили Для фестиваля Альтернативной моды Нет Если по-честному То лучше пусть не поднимает Юбочку Я все время У меня Небольшой Сбой в программе Это радио Но его видно Очень здорово Обычно на радио Просто Костя сказал По-честному А я напомнить хочу Что если по-честному То то еще шотландцы Носили Это все наулое тело Так вот я и говорю Я предлагаю Продемонстрирую Что у нас все по-честному У нас станция 12 плюс Ты не все Я в свою очередь Удивилась Что радио продемонстрирую Потом я увидела камеру И поняла Что можно продемонстрировать Константин Тролль Андрей Алексей Энди Теппер Энди Теппер И Алексей Айнар Одеты в костюмы Нашего последнего Тролль-варианта Из мешковины Которые Символизируют Я даже не знаю что Честно говоря Они символизируют Тролльские вахмоти Собственно говоря Да Во-первых А также это Символизирует то Что мы из Санкт-Петербурга И мы настолько начитаны Мы все деньги тратим Просто на книги И вот собственно На самом деле Это были костюмы тройки Вот Ну просто это все Что от них осталось Да Ну у нас не остается То есть как бы да И собственно вот Ходим Женеманш посижу Практически уже Конечно Третий год Третий год пошел Костюмом Ну там кое-где Уже заплатили Поизносились Я понимаю Слегка Немного Рукава плохо Сохранения Надо говорить Костюмом третий год Концертов много Я только что хотела Похвастаться Что у нас неимоверное Количество концертов И уже поизносили Все костюмы Протерли Вот А мой костюм Представляет собой Нашу коллекцию Костюмов Хмельных монахов Которые у нас А все-таки монашка Да Монашка Но Но не без Греха Не без греха Но Ведьмовство тоже присутствует У нас есть В нашем многогранном творчестве Есть небольшой Отдел Ведьмовства И я За него отвечаю Все понятно Очень Я сказал Развернутый ответ Получился на вопрос У нас много костюмов Спасибо большое Конечно Я понял А вы не будете переодеваться в паузе У нас пауза будет Я могу и не в паузе Если это нужно 12 плюс Я напомнить хочу Тогда уже Сережа давайте тоже Тогда придется Придется открыть тайну Потому что у меня там Обычная одежда под костюм Ничего интересного Поэтому А у Сережи как раз А у Сережи тоже А Константин Александрович Константин Александрович Вообще Тролль гнет ель Здесь Сегодня Давай-ка расскажем О концерте Ведь он же будет Это который завтра Это который завтра Это очень прекрасно На самом деле Очень приятно Что Все больше и больше Фестивалей То есть это Начинает напоминать Просто Какую-то Европу Я бы сказал Прямо даже Потому что А ты имеешь ввиду фестиваль В данном случае Конечно Ах вы на фестиваль Вы на шок офис приехали Естественно Вот оно как Это завтра вы играете Мы играем завтра Сегодня все уже началось Дай бог там дождя нет Ну не в пятницу же играть В субботу естественно играем Естественно Да Ну в субботу и мы там будем тоже Я буду вести как раз эту сцену Большую сцену Именно завтра А сегодня там Рома Чехов Ведущий своего радио Отдувается Ведет сцену шока феста В какое время вы играете В какое время мы играем Так Наши костюмы Пресс 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 Он просто у нас человек Который заведует Монашеством И небольшими областями Ведьмства и колдовства Он же отвечает За лайнап И за менеджмент Вот Итак Итак Мы играем В промежутке С 7 до 10 вечера Точнее сказать не могу Можно начинать Ожидать нас на сцене С 7 вечера На фестивале Наверное с утра Мы будем там С самого начала И будем бродить И наслаждаться Всем чем Что там будет происходить Там есть где бродить Там истра рядом Там хорошие места Очень такие Я бы сказал Правильные Дай бог Чтобы дождя не было Сильного Это завтра Еще раз напомню Сегодня завтра И послезавтра То есть пятница Суббота Воскресенье Шока фест Вся необходимая информация О фестивале Вами собственно Может быть обнаружена В группе Официальной группе Шока феста Вконтакте И на сайте Шока феста Все просто Загляните Посмотрите Если вы пока Еще не определились Где проведете Завтрашний И послезавтрашний День Сегодня То вы наверняка Слушаете эфир Вероятнее всего Дома Где-нибудь Или мы в машине Уж не знаю Пока размышляя Так вот поезжайте Это совсем недалеко Это в общем По Ленинградке По М11 По трассе Можно туда доехать Совершенно без проблем По карте посмотрите Аэродромчик Там раньше был Пятница назывался Теперь он Переименован На субботу Шучу Так вот Там мы все будем И Тролль Гнетель Завтра в том числе Играет на фестивале Что сейчас будет Какая песня Гитара Да гитара Кстати как между прочим И на концертах Наша отличительная черта У нас Некоторые коллективы Выкладывают плейлисты Вот И там Из города в город Переезжая И там Люди обсуждают А вот там Плейлист был такой Там на бис вышли Как бы Наша отличительная черта Что мы никогда Не пишем плейлистов Вот Мы всегда Собственно Ну Мы знаем какие песни Мы играем Вот И мы ориентируемся По публике То есть если Публика там зажата И там не готова Сразу в пляс спускаться Мы можем Там по сдержанию песен Не публика уже готова Да Ну тогда Я думаю уже ребята Надо что-то Следующее Так Зенексон из колд Как мы говорим Когда выступаем в Европе Из Брадерс ин дринкс То есть Братьевых миллион Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Группа Тролль Гнет Еле Сокращенно Поклонники Называют ее ТГЕ Я думаю Что ребят Никак не обижает Как всегда Живой звук В программе Живой Поехали Тролль Тролль Поехали Поехали ПЕСНЯ 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 Ну тут обычно все хлопают на концертах. ПЕСНЯ Подхватив руками резы, На столах пустились плясны, Поросив пусто водою, Хмельную золотою. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в музыкальных темах Но при этом поёте по-русски А как в Европе? Тоже по-русски? Тоже по-русски? Да, на самом деле там уже такой фигни нет Что надо там по-английски, чтобы там понимать Но последнее время Ну, на последние годы Новые тенденции Вокал, голос он воспринимается Как инструмент Да, да И считается, что Как Ну, ни на каком другом языке Там На неродном Как-то идеально на нём даже там Не говорил Ты Не сможешь передать так эмоции Да, как ты передашь на своём родном языке И людям, ну, реально интересно Это слушать, да, например Ты живёшь в одной стране А Там Более северной А там Более южной Или там В любом другом направлении Географическом То есть Там по-другому люди поют Разговаривают И это интересно То есть там Произношение Особенности Ну, это Да даже в английском столько диалектов Разных диалектов Конечно Что-то удивуешь Просто масса примеров И в том числе Это как тот самый Наших российских музыкантов Да Ролик Ну, где-то там На ютубе В интернете был Два шатландца Ну, застряли в лифте Ну А лифт, ну, с голосовым набором То есть Надо гешетаж И он тебя Ну, там, поднимает В общем Им надо На одиннадцатый этаж Надо сказать Элевен Ну, вот они Оливин Не забывай Лифт говорит Повторите просто Оливин Ну, в общем Собственно, когда Смешной ролик Посмотрите В общем, когда уже Сходит с ума Там повторите Вам не понятно Ночью, как бы все Занучница Еще раз Это лифт, который Оливин Ну, в общем, да Разные Диалектов много В разных языках И слава богу Что сейчас пришло К тому, что можно Петь по-русски А вот что касаемо Отношения Да, в Европе Вы же катались Или катаетесь До сих пор еще Ну, по большому счету У нас это Так, потешить самолюбие Да, то есть Приглашение есть Но, естественно Там есть какой-то Низкий бюджет Но нам это Не очень интересно Поскольку мы сейчас Ну, профессионально Занимаемся музыкой И То есть Кто-то тут Ну, написал В интернете Вот вы такие Нехорошие Коммерческие Вы продались И вот вы Вот к нам В город Не буду говорить Что за город Потому что мы Все города любим Уважаем Вне зависимости от того Там большие они Там у слуху нет Вот вы Рядом с нами В городе играете К нам Не приезжаете То есть Позор вам И Да, ну, собственно Как говорится Вот Да, это Наверное О чем-то не о том Почему? Почему? Давай уже о том Вы зарабатываете музыкой Для вас это профессия Ну, как бы Сначала про иностранцев Мы Ну, не так много Ездим, как хотим То есть Если бы нам Было бы там Лет 20 Там 20 копейки И не было там У многих там Детей, семьи И все остальное Прочее Не сомневаюсь Что мы бросились бы В тур Сломя голову Непонятно куда Непонятно Вообще На каких условиях А молодым музыкантам Делать это нужно Обязательно Да, да, да Вот А сейчас мы просто Не имеем этой возможности Вот И на самом деле Нас очень хорошо За рубежом Воспринимают Поскольку Ну, опять же Язык музыки Он интернациональный Вот Например, в той же Германии Да, там Популярно В общем Направление Фолк-метал Но там очень много Коллективов Которые Ну, и Финляндии тоже Да У кого-то что-то получилось Вот И там они прям Как клише Это перенимают И, собственно говоря Многие коллективы Ты слушаешь Ну, у них Одни и те же фишки Примочки Ну, это Ну, это А тут приезжаете Ну, мне кажется Это несколько вторично Да Ну, говорите А ну-ка подвиньтесь-ка Нет, нет Нам гад То есть, как бы Ну, к нам подходит Гад На самом деле Ну, вот мы вас слушаем Это, ну, нечто Нечто, ну, отличное От того, что мы привыкли Слышать То есть, вот это приятно Так нет Вы отличаетесь от многих Не только в Европе И в России Да И в мире, я считаю Да, хотелось бы Передать привет Нашим большим друзьям Группе Аркон Он тут действительно Прославляет русский язык И, собственно говоря Вот Может быть, даже они нас сейчас слушают Вот Самая популярная Андеграундная Команда Из России Между прочим Вот Там, в Европе? Да, в Европе В мире вообще Вот, собственно Прямой показатель Что То есть, они очень популярны И прямо показатель Люди поют на русском языке И все там прямо стонут Стонут? Да Ну, стонут в каком смысле? От восхищения Хорошо бы Ну, всяко же бывает Ты же понимаешь Иной раз стон воспринимаешь Особенно в сексе бывает Думаешь, хорошо Оказываю Поговорим Сережа Поднимай Как всегда Давайте петь сейчас будем А потом поднимай А что за песня дальше? Гитара, да, кстати? Да Интересно, что за песня Так, ну, на самом деле То, что мы сейчас играли Это Из такого более Раннего творчества Кроме последней песни Правда Да Да, ну, сыграем, наверное Что-нибудь из последней пластиночки Лирическое будет Ну, называется как она? Чертова бутыль Хорошо Как всегда Живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня Ну, мне сказали Мало на кого Похожие А я скажу даже точнее Вообще Ни на кого не похожая группа Троль гнет ель Как всегда Живой звук В программе «Живые» Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Подавлен и разбит Нахожу себя В окружении стелен Из зеленого стекла В горло узкое Небо даль видна Мне тесно И бьет в нос Запах кислого вина От беспечных дней Прежних ни следа Хотел бы знать Я воле, чьейю злою Заключен суда Не до смеха мне Кого мне навидел Дни и ночи напролем Лишь просто беспробудно пил Луч толки света Проник Сквозь мутное стекло В мой тусклый скучный мир окно Но все равно Как быстро лето В один клоток Мелькнуло и прошло И осень вечно Видно слиться с ним Не суждено Ух, чертова бутыль А ведь еще вчера Я так весел был К ней так жадно Припадал Праздность бытия В шутку воспевал Но игры такой Видит Бог Я не желал Субтитры создавал DimaTorzok Стекла Прозрачный плен Мне не разбить рукой Друзей вчерашних Слышу смех Но им не слышен Голос мой В спять время Повернусь Как жаль Не в силах я Тогда А мне сейчас Жизнь за стеклом Текла моя Луч тонкий света Проникл сквозь Мутное стекло В мой тусклый Скучный мир окно Но все равно Как быстро лето В один глоток Микнуло и прошло И осень вечно Видно слиться С лини мне суждено Подавлен и разбит Подавлен и разбит Нахожу себя В окружении стен Из зеленого стекла В окружении Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Дальше два мини-альбома Десятого года Oktoberfest Ну понятно На самом деле это Два миньона Потом был миньон Хмельнир А дальше вышел альбом Одиннадцатого года Братья во хмелю Ну и наконец Я так понимаю Крайняя Как у вас принято говорить Работа Это тринадцатый год Хмельное сердце Следующий альбом будет Как называется Вы уже хмель перебрали Во всех его И поставь их по-моему И так и сядь А нет еще Мы вас удивим Не на самом деле Как бы первые два альбома Ну просто так получилось Да Что вот они вот так Были названы А потом начиная с третьего Ну на самом деле Ну мы поняли Что это просто фишка И надо этого придерживаться Люди ждут Насколько нас Хватит нашей изобретательности И Насколько мы Дружим с хмелем Сможем не повторяться Да И А мы удивим То есть название Ты пока не говоришь Нет Нет Секрет А когда будет альбом? Планируется как минимум Ой как Ну на самом деле Вот опять же Альбом у нас Который по счету четвертый Орден Пресвятого хмеля Он же Ну 1516 1516 Что такое Эта дата Это для нас такое Сакральное число Это дата Когда в Германии Принят закон о чистоте Пивоварения Рейнхальдский бот Вот Ну и как бы у нас Там наши все Эти фишки Измышления Под ухмель Там и всего Вот И мы бы хотели Сделать так Чтобы Альбом Издать на стыке 15-16 года Чтобы он был И не 15 Годом И не 16 Датирован А 15-16 Дробь То есть вот Следующий альбом Да А я думал Вы уже как-то перейдете К родному Пивоварения Хмелью Варенью Сам Он что-нибудь такое Там такая частота Хрустальная Ты понимаешь Смотришь на эту бутыль Она же молочно-белая Молочно-хрустальная частота Ладно Шутка шутками Но тем не менее Теперь можно к кружке перейти Раз уж мы про хмель заговорили Да Это артефакт С которым ты периодически Я так понимаю На эссене даже появляешься Она же не пустая сейчас Я не периодически Можно сказать постоянно Да То есть это Это пинта Ну Или больше Ну здесь чуть меньше литра Потому что Меньше Да потому что Она такая Книзу расширяется И собственно Сложно так же Выдолбить То есть она естественно Ну конусом Немножко сходится Долбил ты не ты Нет Ну мало А вдруг это долбежник Это подарок Нет Долбежник У нас вот По долбежкам Изобразите просто долбежку Он изображает периодически Я все понимаю Ну давай Настоящую долбежку Сделайте пожалуйста Ну давай Да Маленький Да Вот И собственно говоря Это олицетворение Верные пинты Да Вот На самом деле Мне подарили Друзья на день рождения Вот И на самом деле Это уже эдишн Номер два Потому что Первую у меня украли Прямо на концерте Я думал так же Как и костюмы Стерлась просто Нет То есть спилась То есть она сначала Начинает Потом с другой стороны Надо пить Ну и потом только ручка Остается Потом она Ну едет Едет на дачу К туалету Значит сперли у тебя первую Понятно Просто я вспомнил Вдруг по этому поводу Анекдот Когда барышня Самой древней профессии Приходит к доктору На осмотр Он ее внимательно смотрит Потом Деточка А где же ваш пупок Стерся батенька Да да Так вот и кружки Тоже оказывается Про кальмараник Аккуратней Нет Я понимаю Нельзя Нельзя Вот сейчас нам надо будет Прерваться Совсем ненадолго Минуточек так На пять Оставим аудиторию В недоумении Может быть в ожидании А потом встретимся В этой студии Снова и продолжим Программу Потому как Так у нас заведено И еще целый час Ну вообще кому как Целый А кому только час остался Пауза была длинная Надо бы наверное Сразу прям В начале часа Доспеть что-нибудь Намек понял Что это будет Пошел к орудию Что это будет Костя Как называется песня Это будет песня Знаешь На самом деле Вот ты говоришь Крайняя Не знаю Ломается Меня тоже ломает От нашей последней На данный момент Дай тебе Здоровье Я тоже всегда говорю Последняя Меня музыканты Поправляют крайне Я пытался объяснять Крайне это я не знаю Это край Это да Я пытался объяснять Музыкантам И на рассемантику Происхождения Да Слово в русском языке Слово крайний Говорит о том Что дальше край Все ничего нет Закончилось все А последний Это последующий То есть наоборот Слово последний Гораздо правильнее звучит В концепте Продолжения деятельности Чем крайний Мне не верится Спасибо что ты такой Понимающий Образованный человек Сразу вида Санкт-Петербурга Да мы вообще День Святого Патрика Вот так то Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Тролль гнет ель Погнали В день Святого Патрика Вот тебе моя рука Эля Темного река Размывает берега Размывает берега Эля Темного река Вот тебе моя рука В День Святого Патрика 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Денис Мальцев вопрос задает А вы не думали выпустить свое пиво? Вот как группа Ария Выпустили бы свою линию пиво Тролль Гнетель По-моему клево И торговали бы Ну по-моему нет ничего более логичного Чем так сделать Но группа Ария Она же известная А мы же нет Вот собственно говоря Так они за счет пива известны? Аааа Надо подумать А ты что думаешь? Не ну просто то есть Ария соответственно Бренд более крупный нежели мы Соответственно им это предлагают А что-то там унижаться там А давайте вот мы там Мы не хотим А зачем? Можно купить маленькую пивоваренку? Маленькую? Ну так мы же сами все и будем выпивать Подождите Подождите Дело в том что будет одна Будем выпивать одну Потом будем две выпивать А потом уже три Но это уже тяжело Это опасно Я же тебе предлагал бизнесом заниматься А не пивохлебством Это разные вещи я тебе скажу Маша Можно вопрос задам? Очень мне как-то любопытно стало Нет ли в роду людей из Скандинавии? Похоже что есть Ну судя по внешности Да Вот я смотрю по внешнему Да Она очень похожа на скандинавку такую Девушку из Финляндии Да Со мной в Германии по-немецки заговаривают Да Или да Может быть немка Ну бывает немножко Может быть что-то там затерялось В глубине веков Ну информации нет такой Прямой нет Но можно догадываться Прибалтийские корни есть точно Имеют место быть Ну в общем могу сказать Что образы у всех абсолютно точно попадают Под ту музыку которую вы делаете Реально Реально да Мы уже видоизмен Мы настолько давно играем эту музыку Что мы уже видоизменились немножечко Вот эту музыку Что-то отрастать начало Где-то что-то отрастало Что-то отвалилось Стираться Стираться пупки начинают Так подожди 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 Это про другое Ты лучше про кальмара тогда 4647 это короткий номер Для ваших смс Сначала пишите свои Про Бельчика Дальше уже естественно Все же хотели бы адресовать Напомнить хочу Что сейчас вот сегодня Начался шока фест И завтра Группа тролльгнет Еле играет на шока фесте Между семью и десятью Часами вечера Как я понял Ну в общем там За рекламкой Фу пардон За программой следите И понятное дело Что там Все будете знать Это недалеко совсем Сейчас вот читаю Объявление Интересное Там на шока фесте Появившиеся Полеты с 8 утра До 21 Не в состоянии Алкогольного опьянения Со сцены Нет-нет Там же аэропорт Аэродром Значит планер 20 минут стоит 2800 рублей Самолет 10 минут Полторы тысячи 20 минут Две с половиной Полчаса 4000 рублей Предварительная запись Обязательно И телефон То есть понимаете как Вы не только можете Посмотреть и послушать Музыкантов А еще и на планере С самолетом Полетай на Клево Хорошие выходные Могут получиться В общем едем А там дальше Разберемся А можно вопрос Конечно А шока фест Это Вот Я для себя Мучаюсь Борюсь Ну люблю Ну всякие там Словак Ковыряться в них Я же ну как бы На тексты пишу Вот шока фест Это от слова шок Или шоколад От слова шоколадная фабрика А вот я и думаю Просто типа шокирующий фест Или шоколадный Нет-нет-нет Шокирующий Вы же приедете На шоколадный Нет-нет-нет Просто действительно интересно Я просто спрашиваю Клуб шоколадная фабрика Который год он проходит С таким названием Все понятно Шокофест С каждым годом Кстати все больше и больше Становится И по аудитории И по музыкантам Все круче В этом году Очень хороший лайнап Правда реально хороший лайнап Причем процентов на 85 Музыканты которые там играют Это музыканты из ротации Своего радио У нас абсолютно на одном дыхании Все Это очень клево Единственный момент Который меня пока смущает Это то что В ротации своего радио Нет песен от тролля Который гнет ели А нас-то как смущает Вот этот вопрос Надо как-то будет закрыть Но мы сегодня вот выступаем Надо закрыть И отсыпем Вот спасибо большое Вот спасибо Никак я не мог допроситься Я по-моему когда-то писал Просил песен Не помню кому Но мне так и не прислали Песен Да Для ротации А мне казалось мы просили Нет Нет Песен для ротации просил я Ну возможно просто там В потоках писем Где-то я что-то может быть Не досмотрел Надо будет это исправить Ладно Исправим Так Вопрос к Марии Пишет Александр Цыпленков Что за интересные Ну понятно да За интересные духовые инструменты Какие-то особые флейты В чем их различия Есть ли у музыкантов Музыкальное образование Это второй вопрос Расскажи немножко Об этих флейтах Я волею судеб Прославляю Популяризирую в России Ирландский вистел Это ирландский народный инструмент Скажем так Один из флагманов И символов Ирландской народной музыки Которая так сильно Ну В прошедшие годы Уже сейчас Ну не то что на спад А уже совсем распространилась По миру Эту культуру Но Некоторое время В России бурно Стала развиваться Популяризироваться Ирландская народная музыка Я не являюсь традиционным Исполнителем Ирландской музыки Сразу отмечу Нетрадиционный исполнитель Да я Ну если будем Так уж Нетрадиционный исполнитель Что такого Я могу сказать Что я могу И традиционно И исполнить И нетрадиционно Вот Да ты мастер Практически Ну как по крайней практике Что обычно Тот может нетрадиционно Тот может и традиционно И наоборот Я про музыку. Я про музыку. Ну, кстати, нет. Традиционное исполнение... Серёга, поднимай. Серёжа, барабанная дробь. Давай. Давай провистл. Да, провистл. У него не провистл, почему? А ты-то откуда знаешь? Он рассказывал. Может быть, тайные признаки есть? Какие-то сигналы? Про инструменты не дают мне рассказать. Но если кратко в двух словах... Есть много исполнителей, которые очень виртуозно и со многими традиционными всякими фишечками исполняют ирландскую музыку. То есть настолько люди виртуозны, что это уже некоторым вроде спорт, скажем так, а даже не музыка. Люди соревнуются во владении этим инструментом. Ну, к стыду своему или, может быть, с удовлетворением некоторым могу сказать, что я владею в достаточной мере, чтобы играть в строй «Льнёт ель». И многие люди пишут мне, вы открыли нам «Вистл», я рада неожиданно поспособствовать распространению ирландской культуры. А у тебя их две. Это какие-то в одном тоне в строе, другая в другом строе? Совершенно верно. Строй у них не хроматический, а просто... Нетрадиционный. Нетрадиционный. Ну, кстати, нет, он традиционный, просто он очень... Ну, не такой сложный, как... Он тролль, он тролль, ты же понимаешь. Пианино, например. Не сложно было в дуть пианино. На классической флете строй хроматический, то есть есть, грубо говоря, и чёрные, и белые клавиши, здесь только мажорная гамма, до и ре мажор в двух октавах. И вот я и настоящие музыканты ирландские... А здесь только чёрные, они же чёрные, смотри. Они чёрные, но если их подсветить, они будут светиться изнутри. Они справляются со всем многообразием виртуозности ирландской музыки. Здорово. Я выбрала их, потому что они самые простые. А, в этом смысле. Я думаю, по звуку, может, красиво. Я просто очень не люблю учиться, и было проще всего научиться на них играть. Я думаю, ему надо предложить что-нибудь сыграть сразу. Вот оно что. Она же всё время играет. Нет, нет, нет. Соль? Ну да. Предположим, под акомменемент скрипочки что-нибудь там ирландское, но мне кажется, это логично. Давай, Машенька, сыграй что-нибудь, пожалуйста. Я не хотел бы настаивать. Но мне кажется, это логично. Нет, логично, конечно, конечно, логично. Раз Константин говорит, что это надо сделать, так с удовольствием. Я сыграю что-то простое. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки ирландская музыка близка русской. Тут ложек не хватает и гармошки. Так что уже лам-тру-рам-тру-рам-тру-рам и правда же. Я пошёл за... Или нет? Давай, давай, иди, я пока с Машей поговорю. Маша, выскочил от микрофона. Что ты хотела сказать, судя по всему? Я хотела сказать о том, что мы нещадно пользуемся тем, что фолк-музыка европейская, в том числе и русскую беру в расчёт, на самом деле корнями и ритмами очень похожи друг на друга и различаются только красивостями всякими разными. Поэтому мы этим очень сильно пользуемся. И получается так, что мы играем практически весь европейский фолк. И это никого... Все считают нас своими. Вот это клёво. Вот это клёво. И самое главное, что и в России вас чужими-то не считают. Абсолютно однозначно. Хоть ирландские мотивы и костюмы, в общем, тоже не особо лешего, а скорее тролля. Что будет за песня следующая? Расскажи, пожалуйста. Предыдущая песня называлась «День святого Патрика». Так. Так называется. Один из двух самых главных именов-праздников в мире. Но, соответственно, вторая песня называется... Ты что, пытаешься, чтобы я угадал? Конечно. Нет. Ну, «Октоберфест», естественно. А, ты правильно. Хорошо. «Октоберфест», как всегда, живой звук в программе, живой. Здесь сегодня тролльный утиль. Погнали. ПОДПИШИСЬ! 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 Сейчас под мой часов, усатый бурка Места в городу осна, объявил Октобер-фест открытым Из почонка выберет, но крик, но хорошо А что вы не нарушали, как вы в аварии традиции Каждой в лодке эликсир пенного веселья Загуляем на весь мир в это воскресенье Эй, сделай кружек шесть за раз Несите каждому из нас, мы выпьем Пусим все пласты, праздники осенья Будем вместе на Октобер-фест Нам не ставь все своих мест, выпить все и все доест Грандиозный, бесподобный ежегодно наш Октобер-фест Грандиозный, бесподобный ежегодно наш Октобер-фест Барабан, крышки полны, полны Налей, налей Повсеместно люди славят Хмель дружным криком Этим днём ты, я и он Братья навек за одним столом Боже, отдохнём сейчас За Октоберфест пьём Будем вместе На Октоберфесте Ну а завтра на Шокофесте Нам не встать со своих мест Выпить всё и всё, да есть Грундиозный бесподобный Ежегодно наш Октоберфест Ежегодно наш Шокофест Гром тебе в свой барабан Крышки полны, полны Налей, налей Повсеместно люди славят Хмель дружным криком Этим днём ты, я и он Братья навек за одним столом Боже, отдохнём сейчас За Октоберфест пьём Ла, 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 ла Но это еще тоже не все. Теперь все. Как угадать, когда они закончили? Трогнет ель здесь. Сегодня еще у нас есть целых полчаса, и это удовольствие должно продолжаться. Здесь почему-то уже второй раз человек спрашивает об этом. Я в первый раз вопрос промахнул, подумал, что может быть ничего серьезного. Но Николай Абдугалиев опять-таки задает вопрос. Будет ли кавер на Виктора Цоя от ролей на песню «Красно-желтые дни»? Ладно, кавер на Цоя, он еще конкретную песню упоминает. Почему? Что здесь? Фишка какая-то в этом есть, что ли? Просто нам как-то предложили несколько лет назад сыграть на мероприятии памятному Цоевскому. Собственно говоря, ну и логично, что условия выступления на этом мероприятии, это хотя бы одну песню играть из репертуара группы «Кино». Ну и мы так что-то, а почему бы и нет, разобрали. На самом деле так получилось. А я подумал, а знаешь что, сыграем завтра? Да, дружище, да, мы сыграем ее завтра. Я тоже об этом подумала, да, мы ее завтра сыграем. Вот и весь сказ. Может быть, ее и сегодня уже показать, как она у вас выглядит? Нет, да? Нет, надо кое-что подпендюрить немножко. Ну, хорошо, хорошо. Особенно после, как его, после хмеля надо обязательно подпендюрить. Знаешь, как там у них говорится, да? Ой, про поручика ржавского, нет? Ой, про кальмара. Нет, ну это-то можно. Я коротко, когда денщик подходит к поручику ржавскому, говорит, поручик, как вам удается так вот пользоваться успехом у женщины? Самое главное, практически ни одна вам не отказывает. Говорит, ну что, я просто подхожу и говорю, мадам, а позвольте вам впендюрить. Говорит, ну, батенька, так за это можно и по морде? Нет, ну можно, конечно, и по морде. Ну, обычно впендюриваю так. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок, 12+, вспомните об этом. Слова подбираем. А у нас в школе можно по морде, а можно и впендюрить. 46-47, короткий номер для смс-ок, ваш начал свои, пробелечек. А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Вот здесь Ваня Кокорин вопрос задает. Корпо Клаани, это ваши друзья? Корпи Клаани, да. Корпи. Корпи Клаани, да. Корпи Клаани, да, это финская группа, ну, одна из самых успешных, популярных в мире. Фолковых, наверное, да? Фолк метал, да. Фолк метал. Да, финский фолк метал. Вот Корпи Клаани, это Корпи Лес, Клани Клан, лесной Клан Корпи Клаани. Ну, как и вы почти. Да, ну, на самом деле, одно время занимался организаторством концертов, привозами, вот, и, собственно говоря, Корпи Клани, первые концерты в России, Питер, Москва, это вот моих рук дело, ну, с компаньоном, вот. Ну, потом все стало более серьезное, как бы, да, и, собственно говоря, мы с Ионой подружим, Иона Ярвова, это вокалист, ну, то есть не то, что мы там дружбаны такие, что там созываемся каждый день, но рады друг друга видеть, да. Да, и вот на предыдущей пластинке, блин, такую пластинку, на самом деле, вот, очень хочется пластинку выпустить, но дороговаться, вот, ну, то есть именно пластинку, но обязательно сделаем. Вот, на диске предыдущем «Братья в охмелю», ну, которая официальная версия уже, да, диска, бонусом идет песня «Хумпа из Майнейба», то есть «Хумпа по соседству», которую, да, вот мы с Ионом вместе записали, то есть ездил в лахте к нему домой, вот, ну, все сопротивления. Пустующее развлечение, соответственно, как бы. Ну, понятно. Да, даже есть, между прочим, кстати, трэш-хом-видео на эту песню, так что можно посмотреть, вот, и там, те, кому... Серега с вами был там? Те, кому 12+, Не был. Значит, вы сами поднимали без него? Может, посмотреть. Да, да. Понятно. А, кстати, Финляндия, ведь это страна, в которой рок-музыка на дотации государственная находится, правильно? Но, кстати, есть такая вещь, да-да-да, то есть ты можешь подать на грант, и тебе дадут бабок, и как бы ты запишешь альбом, и все, но это считается западло. Ну, вот у тех... Да, ладно. Да, да. То есть, ну, не знаю, кто играет, там, может, какой-нибудь, там, такой совсем, там, ракешник, там, попсу, может, какие-нибудь, там, фольклорные коллективы, там, которые, там, для пенсионеров играют, может быть, может быть, и да, но именно рок-банда, то есть они считают, что это западло, то есть как бы... Лучше самим по себе. Да, да, ты должен сам сделать, добиться, и, то есть, ну, на тебя, товарищи по цеху, посмотрят, как нам... Угу. Ну, как, много же в Финляндии реально классная группа, причем с мировыми именами. Да. Скажи, почему в таком случае? Я скажу, почему, ну, это, так называемый скандинавский феномен, да, то есть, изначально это началось в Швеции, когда... Один хим чего стоит? Ну, хим-химом... Я хотя бы о них, да, вот они чего стоят? Мировые звезды. Ну, вообще, то есть, вообще музыка даже, и не только рок, как бы поп, то есть, взять Швецию, то есть, то есть, это Аббе и там, иди же с ними. На самом деле, там, в школе, начиная, то есть, ну, там, после начальных классов, очень много времени отводится музыке, то есть, это считается, что там очень развивающая дисциплина, вот, и у них прямо там классы оборудованы, ты приходишь, там, установки, синтезаторы, комбики, уже гитары настроенные стоят, то есть, все есть, пожалуйста, занимайтесь. То есть, ну, они считают, что это очень развивающее, повторяюсь, дисциплина, это, ну, развивает человека, там, как гармоничная личность, там, все там это самое. А у нас приходит класс, один, с одной стороны, скелет, с другой черепушка стоит. Ну, у нас поют, там, пионерские песни, то есть, ну, я вспоминаю в мою бытность, да, когда я учился в школе, урок музыки, это что такое, это стоит пианино, вот, в пустом зале портреты Черековского, Мусоргского, вот, могучая кучка обязательно, вот, по-моему, да, вот, могучая кучка в каждом музыкальном классе. Вот, и песня про Орленка, кстати, хорошая песня, между прочим, но, как бы, все равно, да, все под пианино это поют, вот, тетенька, которая играет на пианино и аккомпанинирует, то есть, видно, что это особо там не нравится, вот, ну, как бы, вот так проходит. Вот, а там это все в игровом, в игровой манере, вот, и, соответственно, то есть, это же как кружок, то есть, ты можешь после занятий прийти, тебе все там дается, ради бога, пожалуйста, если надо, там, педагог тебе поможет. Вот, и, собственно говоря, первые бенды, они сколачиваются в школе, потому что, там, сколотить группу, да, элементарно, надо где-то репетировать, то есть, это, ну, все уже довольно потирая лапки, уже лет как 10 это уже сделали бизнесом, да, точек наоткрывали, пожалуйста, приходи, 3 часа столько рублей, 2 часа это самое, можешь в аренду там рабочий взять педаль. Педаль, да, нет, у нас, я говорю, вот, да, и, то есть, собственно говоря, если ты хочешь сделать группу, то есть, тебе надо купить инструмент, тебе надо платить за репетиции, тебе это самое, ну, у подростка может просто не быть денег, в общем, а он может быть талантливый, могло получиться, а там любое желание, пожалуйста, и, собственно говоря, первые школьные бенды, они сколачиваются, как и, там, растут как грибы после дождя, и поэтому, собственно говоря, вот так, это объясняют, на самом деле, многое. Очень правильный подход, и я тебе скажу, не только с музыкой, видимо, у них так, в хоккее они играют тоже не кисло, между прочим, совсем маленькая страна Финляндия, если сравнивать ее по территории, по количеству людей с Россией, например, а биться с ними на ледовых, как нынче принято говорить, пошло звучит на ледовых аренах, но, тем не менее, весьма сложно. Ну, почему-то она в Питере, ледовая арена. Со спортом, да нет, ну, просто в хоккее, когда играют люди, то они играют по-настоящему, соответственно, видимо, и спорт, и к спорту подход, и отношение такое же, как и к музыке, там, в Финляндии. Тем не менее, мы их победили. В этот раз уделали, да, но в следующий раз и они нас уделают. Я же к тому, что несопоставимы территории, несопоставимы подходы, я так понимаю, да? Ну, на самом деле, да, не сопоставимы подходы, подходы, да, потому что талантливые дети есть везде, но просто вот как с ребенком заниматься и как что делать, это можно по-разному. Сейчас вы будете играть, ты пока бери гитару, а я расскажу одну знаменательную тоже историю, связанную с подходом. У меня есть одноклассник, он в свое время занимался борьбой, чемпион, перечемпион, мастер спорта, международных там всяких соревнований и так далее. Он занимался одно время, тренировал боксеров и самбистов и так далее, и так далее. Вот это все рукопашные дела. И пришли к ним в школу, привели мальчика. Он россиянин, но армянского происхождения. Очень талантливый мальчик, лет ему 14-15 было. И папа его привел за ручку, вот возьмите моего парня, возможно, для сборной подойдет. Парни посмотрели, сказали, да, парень талантливый, в свои 15 лет он выдает такие результаты классные. Ну, в общем, с вас 5 штук баксов. Он говорит, за что? Ну, за то, чтобы мы его взяли как минимум, да, для того, чтобы им... Подождите секундочку, я вам привел человека, который вам же, по сути, и будет... Не-не-не, ты не очень понимаешь, ты в какой стране живешь. В общем, с тебя 5 тысяч баксов, это было лет 10 назад, не помню, может чуть больше. 5 тысяч баксов, и мы его берем. В итоге папа сказал, да, пошли, пошел в армянскую, так сказать, спортивную школу. Ну, он же армянин, поехал в Армению. Сейчас мальчик чемпион мира, на секундочку уже многократный, работает в армянской сборной, естественно, и боксирует за армянскую сборную, профессионалом уже стал, вышел на арену. Вот это подход. А самое ужасное тоже, вот, тоже по этой же теме, бытует мнение, что вот шоу детская, ну, детский голос, что ты тоже приводишь за ручку, и надо это самое... Ну, не надборочные туры, а вот чем выше, тем... Ну, это бытует мнение. Если это так, это очень печально. Да, мы этого точно не знаем, поэтому очень сложно об этом говорить. Но такие разговоры... Если так, это очень грустно, да. И поэтому песня «Хорошо быть пивоваром», я думаю, это вот. Это единственное, что может развеселить. Я тебе предлагал заведить уже себе заводик пивоваренный. Как всегда, живой звук в программе. Я пока определяюсь, хорошо или плохо. Хорошо быть пивоваром. В программе «Живые» здесь сегодня троллигнет ель. Погнали. «Хорошо быть пивоваром», Добрым, добрым, в меру старым, позабыть о всех подружек. Быть в кругу пивных лишь кружек. Чтобы глупости помыслить о прекрасно меньких девах, Не мешало основному пивоваренному делу. Я признаюсь, пивоваром стать решил не без причин. Всем известно в пивоварах берут истинных мужчин. Поголовно уважают все тебя, милатый старый. Если гордо носишь титул в скандинавский пивовар. Поголовно уважают все тебя, милатый старый. Поголовно уважают все тебя, милатый старый. В подземеле в темном древнем бродит зелепчане медном. Суждено ему однажды, не дарём устав стать жадных. Вскоре срок его подходит, цела оказаться на свободе, Лали пьяно лица в кубке, притонцовывая в желудках. На горе скрепи поставим, на горе скрепи быстро справим, Гритнем отлично метро, и друзей всех прочих тоже. Но беда случилась снова, я ж всегда занимаю пробы, Каждый день в течение срока, сображение глядя в супруг. Вот и ток пивной, кадушки пива, где-то на полкружки, Вон и гости на дороге, уношу, пожалуй, ноги! Это всё? Ну, я на всякий случай интересуюсь, мало ли, вдруг вы и это можете быстрее сыграть. Тролль гнёт ельзи. Клади, клади гитару, клади, я тебя понял, может. 46-47 — это короткий номер для ваших смс-ок, сначала свои, пробел, а дальше уже, естественно, все ваши вопросы, а, возможно, эмоции, впечатления, делитесь ими, всегда приятно музыкантам узнавать, что думают о их музыке поклонники и слушатели. Вот что касается совместного творчества. Ну, понятно, с финнами это состоялось. Я знаю, был эпизод с Кишами, по-моему, что-то вы делали вместе. Да. Что это было? Наш третий номерной альбом, который называется «Конунд Хмель», вот тоже. Первый релиз этого альбома был принятый как «Self Production». Когда был официальный релиз, на «Мистерии звука» мы, все, наверное, многие, помнят, знают, все серьезные конторы была, на лэбле издавали. Так как слышали, что как бы, ну, через общих знакомых пообщались с Мишей, вот предложили спеть песни. Песенку нашу записать, вот, собственно говоря. Вот и все. Да, вот, собственно говоря, вот и все. То есть, как бы, вообще, Миша очень классный, очень простой человек был. То есть, как бы, то есть, если бы было, он бы сказал, что не хочу. Вот. То есть, как бы, послушал, такой, да, говорит, нормально. Вот, все. Приехал, супруга его привезла на автомобиле прямо к студии. Вот, быстро он все очень сделал. То есть, вообще, прямо, то есть, ну. Это был единственный опыт такой, да? Да, вот. И после этого мы на станции Петровнарской с ним посидели, ну, там, попить пиво еще, ну, там, пообщаться, вот. И очень смешно, как бы, внизу в переходе играли молодые люди на гитарах русский рок, ну, как бы, там, ну, все в ассортименте, там, ну, как бы, все сами. Хорошо, с ровной, говоришь, молодец. Да, со шляпой подошли, как бы, ребята, вы поможете? Вот, ну, там, что-то там, десяток там положили. Вот, и точно такой, уходит, такой, Мишка, не, слушай, слушай, ты определенно похож на товарища из, ну, группы, из группы-то, да, да, ну, из этой-то, блин, из Короля Шута он такой, да, не знаю. Слушай, нет, точно похож. Ну, ты его... Да, ну, да. Ай, тут народ, ну, я не знаю, как, я не люблю этот вопрос. Да, извините, песнь называется, если кто слушает и не знает, «Пивоварня Ульва». Понятно. Не первый раз уже задают этот вопрос. Знаю, что не любят музыканты на подобные вопросы отвечать. Всякий раз есть, как минимум, 57 версий ответа на вопрос, почему именно так называется группа. Но в вашем случае у вас название не ногу свело, у вас название «Тролль гнёт ей». А, по-моему, это из одного, по-моему. Я к тому и веду. А чья это была такая гениальная идея и почему так? Идея была моя. Нет, ну, у меня, ну, просто, ну... Потому что тролль. Совершенно свежий вопрос вообще. Ну, соответственно, у человека, который там что-то там пытается придумать, которому нравится эта тематика, то есть нас вот занимает языческая скандинавия, да, ну, как художественный символ. То есть, ну, мы, естественно, патриоты, как бы, ну, своей страны, родины там, естественно, вот. Но как художественный символ, вот тут нот нравится, да, языческая скандинавия. Вот. И, соответственно, там, когда там что-то там пытаешься писать, придумать, то есть в голове там набор образов какой-то существует, там всё это там варится, там кипит. И просто это вот так вот отпочковалось, выкристаллизовалось просто. Тролль гнёт ей. Просто пошло понимание, что вот и так и всё. А ты можешь ничего не объяснять? Ты можешь говорить, что, в общем-то, мы поклонники языческой скандинавии? И всё становится понятно, например, человеку образованному, потому что тролли — это как бабы йоги в российской мифологии, в российских сказках. Нет, но всё-таки название такое, как бы, ну, динамичное, то есть как бы оно, то есть в нём что-то происходит, то есть там, если там какой-нибудь там был... Да говорит вопрос несвежий, смотри, как активно отвечает. Я уже хотел тему замять уже. Если там какой-нибудь там языческий тролль, там огненный демон ада. Гнёт русскую ель. Нет, ну, то есть как бы тролль нёт ей всё-таки достаточно... Где наши пограничные. То есть в самом названии есть движение, да, то есть обычное название — это что-то либо существительное, либо существительное с прилагательным. А у нас вот как бы действие происходит внутри названия, так что как бы это вот, да. Судя по всему, он не очень любит отвечать на этот вопрос? Нет, просто, ну, часто, часто, часто много. Нет-нет, а я тоже его не люблю задавать, но народ, ну, просто один за одним. Но всё-таки, ну, спросите, ну, спросите, откуда такое название? Нет, ну, мы с пониманием. Да, да, дай вам Бог здоровья. Я тоже с пониманием отношусь к тому, что этот вопрос надоел, поэтому надо петь. И хотелось бы ещё пару песен, в общем-то, услышать ещё сегодня. Хватит у вас материала на сегодня ещё? Да, по-моему, мы как заржали всё сразу. Да нет, мы играть на самом деле любим. То есть некоторые там у нас, наш сет, если вы нас заказываете, это 60 минут, потом... Ну, нет, мы любим играть, то есть мы просто музыканты, ну, если что, и мы любим играть музыку, да, и как бы мы... Вот. Поиграем, значит, следующая песня, поскольку мы, ну, сами хоть называем свой стиль пивной фолк, вот. Ну, и, собственно говоря, надо тоже что-нибудь пофольклору не так поиграть. Песня, например, Тролльборода. Вот так и называется? Тролльборода. Гитара. Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня Тролль гнёт ель, завершая рабочую неделю. Мне кажется, очень хорошим драйвом. Поехали? Готовы? Погнали. Тролльборода. Грей меня, полу черна, полу седа Тролль борода моя, в тролль бороде моей Есть народ, в той норе живой Два крота, два крота, брата два На двоих одна борода У них кто б мне бороду расчесал Крышку, эля хвой народа А если кто-то придет на концерт И вспомнит эту песню То вот в этом моменте надо хлопать И тут весь залп его такой все хлопает А мы смотрим, и нам становится приятно Сам я живу В темной норе В темной норе В старой горе В старой норе В черной бороде Каждую ночь слышится мне Кто б мне бороду расчесал Бочку, эля хвой народа Эй, тролль борода Это все Спасибо Можем побыстрее Спасибо, что предупреждает А братцы у нас осталось Ну совсем немного времени Буквально на одну песню И все И мы уже будем вынуждены прощаться Я вот что хочу вам сказать Сегодня очень многие, судя по тому, что пишут Познакомились с вами впервые Кто-то говорил, что знал название Но как-то вот не доходили, что называется Руки послушать А кто-то вообще сказал, что Вот как-то впервые знакомлюсь Кстати, да Вот та барышня, которая задавала Активно вопрос по названию Так и написала Что спасибо большое за ответ Просто сегодня только знакомлюсь с группой И это происходит сейчас Вот вопрос такой для ребят несвежий возник А это приятно Вот лично мне хорошо от того Что происходит сегодня рост Такой вашей аудитории Да, по поводу названия тоже Помню в бытности еще Не свежий вопрос Когда мы покоряли Москву Привозил я сам Кассеты Кассеты мы еще на Караван Рекордс Первый альбом на кассетах У нас еще был Вот Ну и разносил их по По магазинам Там всякие там Зигзаги Дядя Боря Перманентно Закрывались Ну и сдаю Кассеты Денежку мне там Отдают за проданные кассеты И Продавец Хихикает Тут сам Приходил Товарищ нетрезвый Говорит Слушайте Дайте Группа понравилась Называется Как там Ну вот Как же там Ну мужик с дерева Упал Кстати для группы Название Мужик с дерева Упал По моему Очень креативно Было бы на самом деле Не для вас Я вообще в принципе Имею ввиду Как название У нас кстати На сайте вообще было Мы даже там Приз вручали Ну собственно говоря Мы радуем Веселим народ И там например Если человек работает Клоуном в цирке Да то есть Клоуном глупо обижаться Да то есть Мы позитивные Веселые То есть мы Не стесняемся Быть забавными И смешными И собственно говоря Мы понимаем Что над нашим названием Там подтрунивают И собственно говоря Там очень смешные Даже есть переделки И мы Да прямо честно Даже это даже Где-то там Стенку если там На сто лет назад Там прокрутить Можно даже это найти У нас был конкурс На самую смешную Переделку Нашего названия И как Кто победитель Да был победитель То есть Из Из приличных Названий Сейчас мы Сейчас вспомним Ну наравне С Мольжа и Шаль Вот Вдруг ты гей Вот Кот В кет Вот Вот что-то Конь вновь тут Да В общем как бы То есть народ Воспринял как бы Ну На полном серьезе За всем Как бы читали И очень радовались Да Да Кстати название Для группы Конь в кет Тоже хорошо Да Я думаю Вопросов о Еще было Еще было В хрен Тедрель Много То есть У кого-то плохое настроение Извините Ёж гнёт Ёж гнёт рож Вот Жнёт может быть Жлёт Нет Жнёт Ёж жнёт рож Возможно Но если у кого-то плохое настроение То есть Можно найти И собственно настроение Гарантированно Повысится Есть какая-то песня Минутки на три По хронометражу Да Если что Пилите Опять же Поскольку у нас Сегодня Такой как бы Эфир концерт То как бы Мы играем песню Которую мы обычно Заканчиваем наши концерты Она так и называется Вдруг Нет Троль гнёт ель Спасибо ребят Сегодня здесь была Группа Троль гнёт ель Я лично очень рад Что мы смогли Познакомить вас С их творчеством Причём вживую Завтра на Шока-фесте Вечером Вы сможете их увидеть Живьём На большой сцене Приезжайте Мы же будем там Вас ждать Всем пока До завтра Надеюсь На Шока-фесте Ай тролль Собирайся на ель Хватит нуть ель Время Петель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Длинном шерсти Длинном шерсти Но в мозге Деревянном башмаке 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 Ай тролль Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, спасибо. Это была группа Тролль Нютили. Нам уже 15 лет, а мы все еще живы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА